Новый год Новым фактором актуальной повестки дня является конфликт Турции и России. И для Эрдогана неоднократно было спрогнозировано обострение на Карабахском фронте. Это лакомый кусочек, это легкий способ открыть второй фронт против интересов России. Внутри Азербайджана, как сам не раз говорил Ильхам Алиев, растет поколение молодых людей, которые не знали и не знают уже войны, которые в этом смысле не повязаны кровью. И среди этих молодых людей пускает интенсивные корни уже новая оппозиция. Не старая, купленная сверху донизу администрация Алиевых. Не та старая традиционная оппозиция, которая является, скажем, участниками договорных матчей. Игры с заведомо известным результатом. А речь идет о появлении и подпольном развитии политического ислама по аналогии с арабскими революциями, которые произошли на Ближнем Востоке, на Севере Африки. И вот этот политический ислам рано или поздно в любом случае будет то, что сменит власть Ильхама Алиева. Власть Ильхама Алиева не сменит никакая там буржуазная интеллигентская оппозиция, потому что у нее нет никаких собственных экономических ресурсов, кроме ресурсов Алиева. У нее нет собственных избирателей, кроме старой интеллигенции, немногочисленной. Ильхам Алиев хочет повязать молодое поколение кровью, перехватить инициативу, выбить стул из-под возможной исламской оппозиции, разжигая межнациональную рознь, разжигая военную тревогу, милитаристскую истерию. Возобновление войны Азербайджаном сейчас было вызвано тем, что в последнее время совершенно очевидно, как редко где, позиции Соединенных Штатов и России стали совпадать по карабахскому урегулированию. Это касается прямо вопроса о введении в переговорный процесс Нагорного Карабаха как стороны урегулирования, по аналогии с минскими соглашениями, касающимися Донбасса. И, будучи на днях в Вашингтоне, Ильхам Алиев рассчитывал получить поддержку Соединенных Штатов, но ему было в очередной раз, видимо, указано, что позиция Штатов не изменилась. И тогда он решил, знаете, как это называется, перевернуть шахматную доску, чтобы снова действовать с позиции силы. Очевидно, что расчет был на Блицкрик, на возможность перевернуть не только доску, но и перевернуть баланс безопасности в Карабахе, чтобы население подверглось панике и ушло. Для этого нужно было продвинуться на фронте больше, чем они смогли продвинуться. Признание независимости Нагорно-Карабахской республики со стороны Армении разрушит переговорный формат. Но я не уверен, что нынешнее возобновление войны уже не разрушило. Проглотить столь однозначное возобновление войны и сказать, что это рядовой эпизод, инцидент, нельзя. Тем более, что когда Азербайджан начинал возобновление войны, он вовсе не беспокоился о сохранении переговорного формата. Более того, они приняли особые усилия, чтобы доказать и самим себе, и вокруг, что минская группа уже не справляется, что она должна быть либо заменена, либо дополнена. Поэтому я думаю, что утрата налаженных встреч ежегодного темпа, встреч на высшем уровне, не самая большая цена за то, чтобы адекватно отреагировать на это возобновление войны. Сделать вид, что ничего не случилось и вернуться к прежнему формату нельзя. Это будет восприниматься и выглядеть как приглашение еще и еще и еще раз возобновлять такого рода атаки. А миротворческий формат, формат урегулирования, формат перемирия подразумевает категорическое исключение такого рода военных операций. Поэтому я давно уже высказывал эту позицию, и я ничего нового для себя не придумываю. Я думаю, что Армения должна признать Нагорный Карабах. Подчеркивая готовность признать независимость Карабаха, Армения выступает с сильной позицией. Потому что просто контраковать, просто восстановить линию фронта недостаточно. Нужно повысить гарантии безопасности, в системе которых признание Карабаха – это плюс. Мне не раз приходилось говорить, что поставки тяжелых вооружений из России в Азербайджан – это грубая ошибка, за которую Россия будет жестоко расплачиваться. И уже сейчас она расплачивается за эти поставки, потому что Азербайджан использовал эти тяжелые вооружения на Карабахском фронте. И это использование дезавуировало все разговоры о том, что оно якобы не будет использовано против Карабаха. Все это, безусловно, негативно отражается на доверии Армении и Карабаха к России. Это плохо. Это неприемлемый для нас ущерб, мы должны были его избегать. И нужно не говорить о том, что мы впредь не будем поставлять. Нужно, во-первых, прекратить действие того соглашения. Во-вторых, признать ошибкой эти поставки. И, в-третьих, самое главное, признать использование этих тяжелых вооружений Азербайджана нарушением этого соглашения. Поскольку это соглашение, это использование противоречит интересам России. Использование вооружения в Карабахе. Потому что Россия выступает посредником на Горно-Карабахе. Она не имеет союзнических отношений с Азербайджаном. И не может поставлять тяжелые истребительные массовые поражения. Тяжелые вооружения на Карабахский фронт, где она выступает миротворцем. Эта ошибка должна быть прекращена. И не следует просто так говорить, что мы в будущем рассмотрим возможность. Надо уже сейчас признать эту ошибку и исправить ее. В Закавказье, безусловно, будет нарастать дестабилизация. Но связана она не столько с этим вторым фронтом, как мы говорили. А связана с давлением терроризма с Ближнего Востока, Исламского государства. С давлением новой реконфигурации вокруг Курдистана. С возможным в ближайшем будущем распадом Турции. С отделением от Турции Курдистана. В результате чего внешняя граница Грузии и Армении Уже будет проходить не с Турцией, а с Курдистаном. И любые такие события, они всегда выбрасывают значительное число беженцев. И беженское миграционное давление на Грузию и Армении будет, очевидно, большим. Роль России в этом конфликте равна роли Соединенных Штатов и Франции. Россия – сопредседатель Минской группы ОБСЕ и посредник. Не больший, но и не меньше. Роль большая, ключевая. Никакого иного формата урегулирования нет. Если не эти сопредседатели, то война. Привлечение России к защите своей безопасности Армении в рамках ОДКБ и более всего в рамках двусторонних отношений уже идет активное перевооружение, усиление безопасности Армении. Но для того, чтобы Армения обратилась за помощью к России ОДКБ, должно быть ее политическое решение. Во всех предыдущих случаях, когда с территории Азербайджана обстреливалась территория Армении, Армения заявляла, что она справится сама с этими вызовами. Но с формальной точки зрения, сами эти обстрелы уже давали повод обратиться к России за помощью. Я надеюсь, что возобновлений большой войны не будет. Но надо проверить и установить новую систему безопасности на линии разделения, создать гарантии от того, чтобы при возможной новой ситуации потери не были так велики. То есть мы в некотором роде видим, как обнулились политические усилия, подверглись серьезной проверке военное приготовление, мы видим недостатки этих приготовлений. То есть мы вступили в новую полосу укрепления безопасности Карабаха и Армении. И я надеюсь, что в этом новом периоде уже будет меньшей верой пустословию, демагогии и иллюзиям. Как говорила премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, мир возможен только с позиции силы. И никак иначе. Спасибо вам. Продолжение следует...